дорогие наши ученики продолжаем снова урок по монотерапии и вот такая небольшая теоретическая часть экскурс в терминологию соответственно вот череп до позвоночника человека имеет такую кривую форму это естественно его изгибы природные которые нужны обязательно они называются если вперед вот выгода позвоночник это шейный отдел и поясничное дело не назвали с лордозами тот который назад это кифоз он есть вот грудной кифоз есть еще поясничный потому что 5 срочекся позвонков но они все-таки имеют такую форму к за и по сути череп он тоже повторяет эту форму кифозная хотя это тоже одна практически срочались кость и чем больше таких сгибов тем больше мы похожи на пружину то есть основа позвоночника это такая пружинность в качестве амортизации для того чтобы щадить диски межпозвоночные которые кстати не получают питание прямого если ты даже в костях есть кровеносные засуды диск он ничем не питается он только питается диффузной закрывающих тканей соответственно он наиболее чаще всего подвержен всевозможным там высыханием деструкциям деформациям и сплющиванием и так далее он быстрее разрушается поэтому такая фигура его обезопасиваю обезопасивает если что-то более явно выражено ну например лордоз выпрямился дает называется спрямленный лордоз или там кифозное состояние кифоз может еще больше увеличится получается такая сутулость называется гипер кифоз то есть это уже патологии являются лордоз может быть тоже пояснично либо увеличен гиперлордоз либо выпрямлен тогда уже кифоз кифоз уже в этом месте называется уже заболевание проблемой позвонков у нас ну 7 шейных цены на маркируются 12 грудных к ним крепится 12 пар ребер ташами маркируются либо д там где-то еще какая-то буква бывает в разных там учебниках по-разному поясничные 5 позвонков или от 1 до 5 эти струщиеся считаются с 1 и до с 5 ну как правило говорится о переходе с 1 где ближе всего и чаще всего 95 случаев грыж именно здесь переход 5 с 1 получается вот этот 2 поочередности где бывают переход м45 3 это переход и 5 ой извините и 3 и 4 ну 4 это или 1 или 2 2 вот второе место по опасности это где грыжа вылазит вот здесь в шейном отделе грыжи бывают и здесь но гораздо реже чаще всего бывают грыжа шморли она отличается от этих грыж чем что такое грыжа как она формируется то есть переводится на русский выпячивание она выдавилась массаж звали вот как правило назад выпячивать соответственно тут идет позвоночный спинной мозг он передавливается от него идут корешки нервные во все органы и внутренние чаще всего именно это повреждение опасное но что такое грыжа если грыжа вот в этом месте самые толстые позвонки может даже нарисовать еще толще поэтому размер грыжа здесь допустим 3-4 миллиметра даже 5 миллиметров это еще не грыжа это протрузия считается вот уже при протрузиях можно делать иммунальной терапии и массаж когда грыжа больше семи-восьми миллиметров а если секвестрированная секвестрированная то она значит еще вниз провисла да и удачи могут оторваться еще кусочки тогда это вообще опасно в этом случае никаких нельзя делать не мануальных приемов растягивания особенно согревали не заделась тут уже но это самый критичный случай уже практически операцию можно делать только вычищая все это потому что что вот эти осколки которые летают они травмируют окружающей ткани идет воспаление на один позвонок вверх и на как минимум при воспалительном процессах нельзя делать никакие процедуры кроме того может выйти пульпозное ядро то есть что такой диск или рассказать сейчас многие знают сам диск это фиброзное кольцо из таких волокон пластичных которые вот так вот стянуты между собой но как шланг эластичный такой металлический для водопровода старается да и вот если они утостягиваются везут волокна да то может ну в общем они повреждаются от плохого питания а внутри находится жидкое поздно ядро у многих сравнивать седу реально жидкостью но она немножко такой другой патчистенции похоже на белок яйца вот если она утекает то она тоже для граще ткани является токсическим веществом они отравляются они болят воспаляются поэтому в этих случаях мы не делаем никакие приемы так вот как мы начинаем воздействовать то есть я вам говорю все время декомпрессии 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 то есть почему наше мануальное воздействие она по сути безопасно потому что мы ничего не кривим ну кстати вот это вот единственное я рассказываю из случае когда против показаний какие то есть потому что у многих в народе бытует такое мнение что до бананотерапии это страшно на меня там даже нападали в интернете какие-то американские общества анти мануальных антикостоправов и не помню как называется то есть целое общество есть здравствуйте которые пропаганду бери антипропаганду делал против всех этих воздействий на кости потому что бояться что где-то кому-то что-то сломают где-то кому-то что-то повернуть туда на самом деле все гораздо безопаснее я вам скажу что принести человеку пользу достаточно проще чем причинить вред чтобы причинить вреда там еще постараться надо еще когда не знаю как выкрутиться нажать так чтобы там что-то хрустнули сломалась но по крайней мере просто осторожность вы же чувствуете где организм поддается тогда туда можно идти где он сопротивляется лучше не надо потому что мы не занимаемся борьбой не надо против сопротивления идти вот например теперь я сразу нажал да и у тебя получился хруст у тебя шея и так достаточно гибко и пластичная но мне уже невооруженным глазом видно а вот кому а теперь я не нажала так сильно да потому что тебе надо еще подготовить эту шею она у вас совершенно разная у разных людей разная шея поэтому тут я дальше чем пускает организм просто не еду эта техника вашей безопасности с другой стороны если произошел хруст да траст то и человек жалуется что там это не так стало до или защемил или заболела чаще всего это тоже поправимый процесс не надо пугаться и как правило пугаются пересу клиенты они потом говорят ой к этому мастеру не ходи там что-то он не шелкнул голова стала вот так нам ну немножко скажется конечно он ходит другому мастеру другого мастера другие методы да он там то игла терапию делает то какие-то точки нажимает топе явки ставит вообще другие то есть всякие вибрационные такие щупы вот так и ставят дергаются якобы ультразвуком там что-то ставит ему но у всех разные способы да я не спариваю никаких способов да просто вы должны объяснять своему пациенту то что организм человеку как конструктор ну повернулась не так на другую сторону это все и поправимо не хватило одного сеанса надо сделать два-три сеанса человека клиент бывает сам если не подготовлен сам виноват в том что ему начинаешь давить или на поворачивать что-то он и дергается и в этот момент у него защемляет мышцу совершенно другому мы работали шейда а у нас начинает под лопаткой вообще другом месте потому что он сам дернулся потому что он сам этот момент не подготовлен был как подготавливать то есть получается мышцу потянула спазмировала есть разные способы убрать этот спазм тут же прям можно помочь ему ну чуть побольше две-три минуты уделить немножко другому месту до растянуть там метод релиза есть точного надавливания так далее то есть можно все это тут же устранить но грубо говоря упрощенному скажу да если у человека свернули ему нос в драке вот он на бок что нужно сделать желтая с другой стороны да вот правильно говорит и он станет обратно если человек и человек взглянулся в обратную сторону и подвинуть ну просто же логически да на самом деле но вот все боятся все раз один боль раз один раз причинили боль все боятся все там еще хуже навредишь там на самом деле проще не сложнее а проще почувствуешь но зато потом будет хорошо да потом будет хорошо это говорится что такое кайф это когда больно-больно-больно-больно-больно отпустила на это кстати волне вот этого кайфа мне столько благодарности под пациентов и не знаю другой такой профессии делать просто прямо аж обниматься лезут аж жмут руку двумя руками спасибо спасибо там уходит возвращается еще раз спасибо еще человек такой был четыре раза возвращался нужен как бы на улицу вышла там оделся потом вернулся и еще раз спасибо сказал ну честно говорю другой профессии такого нету так вот чтобы это все произошло достаточно мягко и чисто мы подготавливаем организм обязательно первая стадия это снять мышечное напряжение всевозможные блоки мышечной блокады потому что наш организм когда чувствуешь есть какая-то проблемка он туда нагнетает массу некоторую чтобы эту проблему запрепостить он как бы его консервировать чаще всего соответственно эти мышцы воспалены не просто так они воспалены специально чтобы малая подвижность была да уже где-то поместь например да что позвонки личный раз не травмировались механизм защиты до механизм защиты один думаю что он защищается на самом деле он ухудшает потому что этот спазм мышцы они они вот тут много коротких вопросов они сдавливают позвонки еще сильнее так что межпозвоночный диск еще больше расплющивается выдавливается то есть со временем это же долго происходит это не за один день это месяцами так человек годами он такой за годы это диск и сплющивается разрушается соответственно меньше кровообращения здесь получается воздух андроз в любом месте просто фон роста что это дегенеративные дистрофические изменения просто связочного аппарата костей не связан то есть там появляется на рост и там появляются ну даже вот у костей ладно про хрящики не будут в общем ухудшает ситуация настолько что вот эти наросты остеофита они начинают диск еще больше тереть он больше иссыхает еще больше разрушается понимаете вот давайте нарисую вам конкретно про кофе не знаю да ну в принципе она по большей части она исчезает когда у нас слишком много солей выходит например в банях либо малая подвижность выходит выходит через чересчур некоторые там так палец и я я в бане работы просто знает да слишком увлекается что прямо соль столько выходит что у них наоборот потом уже там артрозы проявляются от отсутствия вот это жидкости кстати вот кстати к слову скажу что практически 80 процентов грыж образуются не отнюдь из-за того что кто-то там поднял тяжесть какую-то дома тут тоже бывает но это редкие на самом деле случаев более частый когда человек психанул стресса ноутом на работе да вот так зажать мышцы что они не отпускают его а у нас люди какие они не ходят не палец и не плавать медитировать не умеют в транс впадать не имею максимум на пиццу на передовая гимнастику до гимнастику и делать нас такие люди вот они как быть стресс не как матросажист приходит дожигает к массажисту время находить есть такие вот не бывает просто дальше работа там времени денег нет ну когда некогда дает это немножко другой случай да в итоге по проблеме усугубляется опять годами доходу того что диск воплощается да и и рассыхается и так но для поскольку показать так например тут позвоночный стол пойдет да я имею ввиду мозговой канал так вот это уже вышла грыжа если небольшое выпячивание она не касается соответственно идет отросток нервную какую-то там да и боль болевая . человек жалуется где тут в этом месте например да ну как правило соответственно минимум на один позвонок выше проблем это выше на самом деле зеленый это не они здесь да зеленый это нерв это просто отдача туда поэтому там больше до дома отдача может вообще куда еще до ноги доходи до икры если мы говорим про вот эти позвонки поясничные если у нас ставится диагноз остеохондроз ну чтобы понимали врачи еще поставим ставят это как диагноз то есть он болезнь на самом деле это не болезнь это характеристика позвоночника с временем со старением организма то есть это естественный процесс то есть излечить но болезнь лечится это не лечится даже стоконгроза вылечить невозможно потому что это не болезнь это постепенно дегенеративное ухудшение то здесь уже вот на рентгене например уже будут просветы гораздо ну или видно там просветы будут гораздо плотнее то есть там уплотняется ткань если у нас малая подвижность до человека как поступает но больно а посижу хочу сходишь врач говорит да ты лежи не шевелить себе месяц надо вообще не шевелиться да или таблетки чих уже ну там укола да ну около таблетка если рестанная помощь нужна туда это правильно но если постоянно не сидеть это совершенно этот путь лучше двигаться и чем даже лучше плава лучше тенись лучше как хоть какая-то гимнастика потому что окружаешь ткани и или массаж чем мы горды и массажиста тем что мы это врач ткани омываем кровью а кровь и человек начинает лечить ауто гемотерапия начинает называется может мышцы освобождать 5 секунд это у меня просто спортом занимать колени вниз там пестообразных я дайте какой-то по бубнов кому в холодную ванну пусть можно я полностью ложусь там на минуту стою и у меня контрастную кровь начать гонять согревать все тело и вот у меня корень корень я так корень я так но есть такой способ да есть через волосы мы здесь через жар да хотя массаж льдом тоже есть когда в миозит и миозит это когда мышцы настолько скованы что они воспаление мышцы лет она долго и держит несколько месяцев тоже можно льдом лечить потому что иногда вот такими методами баня с холодной водой с душем или купанием да так соответственно улучшению дальше идут тут вот он начинает иссыхаться как бы 2 то пошел где становится все хуже и плотнее он сухой становится потому что нет движения эту подвижности да но это здорово напишу 0 стадия до 1 стадия ну условно 2 стадия 3 стадия 3 стадия когда уже остая фита вот он такой кривой но там какие-то наросты и эти наросты они еще больше трут этот диск и могут даже чуть-чуть от колодца какой-то кусочек который но в принципе рассосется со временем он мешает он травмирует окружающих тканей этот про остеохондроз так это не в сторону шоу а прием как как мы в общем лечим соответственно сначала убираем мышечное напряжение если мышцы слишком закрепощены то тут нужно даже блокаду снять есть такой прием блокада такая волка длинная прямо вот эту мышцу возле позвоночника там сложен состав суспензия такая из 10 15 17 даже компонентов вот но этом не будем разбирать мы массажисты делаем руками растянуть но не важно какой-то шея до или позвоночник поясница грудной отдел размяли убрали эти блоки после этого мы начинаем раскачивать раскачиваем с помощью различных вибраций мы только проходили там и легкие 20 сильные и скручиваем все возможно да и про всех во всех осях вибрации потом идет тракция тракция это вытяжение 3 получается тогда мы постоянно вытягиваем причем не один раз а несколько раз тянем 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 пока вот эти все сочинения а у позвонков их но вот они стыкуются друг с другом вот у сбоку потом у них и сочинение с ребрами сочинение вот тут и вот тут еще сзади и сочинения 6 6 или 5 у меня получается вот этих вот сочинений всевозможных поэтому все время раскачиваем раскачиваем трем трем тянем тянем несколько раз несколько раз когда организм позволил что какой-то степень дойти мы чувствуем уже границу да только после этого мы называем и оп и вставили на место понимаете вот и соответственно как мы ставим если у нас позвонок вот например повернут ну кстати может быть не только ротировал это ротация называется вдоль своей оси поворачивается если он нагнут вперед это флексия если наглубь назад экстензия и также весь шейный отдел может уникать и люди там входят у них постоянная флексия вот так и бывает или некоторый набор через силу прямой и такие знаете как прогласил колу приходит да это экстензию человек и у каждого позвонка тоже может быть и так ну вот если мы говорим про ушел данном случае влево до повернулся оставить его обратно но окружающие то ткани мешают соответственно что мы должны делать мы глаза с противоположной стороны растянуть растянуть естественно вверх мышцы мышцы и позвоночника стирается растягиваем вверх как правило это верхний позвонок минимум один-два весна позвонка то есть для этого но если шея да там поворачиваем шееводство вот вышел влево врач на спортивную сторону растягиваю да и давить будем сюда в него только угол давления у нас будут примерно под углом вот туда если у нас это нитья часть то есть получается декомпрессию сначала сделали да а потом надавили и вставили если вот здесь то мы будем давить вот сюда вниз на оборот или вот сюда воздушном поиске вот это тазовый да то есть растягиваю например это сейчас мы будем делать все эти приемы да и мы попробуем увидим это на практике просто хочу чтобы вы понимали почему именно так сам это все же несложно когда понимаешь туда несложно вот он до сюда вышел и давить соответственно будем вот под этим углом вот туда он поджимает там мышцы с левой стороны если мне не обязательно про мышцы да как правило мышечный тяж идет отсюда вот он тянет от позвонок сюда до поворачивать как правило да ну можно и навесим данность права убрать нет мышцы я выскал бы до этого стянули размять вот в крайних редких случаях делаем на сухую то есть никогда или ко мне бывают подходят люди прямо вы не поверите на пляже подходит в аэропорте в этом в метро там огонь качается подходит вы сделали что-либо туда поправь там раз-раз но я по человеку просто вижу что он саша молодой подвижным все хорошо значит можно сухую делать ему возьмись как бы особо не нужно но это редкий случай это очень редкий в основном приходит все закостеневшие с обязанными мышцами мышцам до этого расслабить это потом уже когда мануально еще будет приема учебу и проходить вот еще раз в эту сторону вышел у нас позвонок да на сестра мы растягиваем а это позвонок подбиваем вот сюда вот сторону мы просто растягиваем не именно мышца вообще вообще весь корпус растягиваем вот так же вот когда мы вот в это сочленение давили сейчас да ну еще что будем давить да то по сути хруст идет здесь и вот здесь вот на тех местах где у нас лордоз в основном используем скручивание то есть я нарисую вращение в основном на кифозе мы в основном используем приемы давящие сверху вниз да поэтому если позвонок ушел например вот сюда вперед ушел ну вот например нарисую вот так увидите смещен вперед соответственно давить сюда нельзя это вообще крайне сложный случай или вот тут у нас это наоборот надо через живот и через грудь давить ну например расскажу случай так вот мы растягиваем вот здесь ну вот этот пример да вот здесь значит почувствовать что позвонок немножко экстензии у него вот так или сюда до назад пластикам пластикам отростка мы это чувствуем нарисовал вот и назад вы знаете да назад по 45 градусов примерно к низу направлены соответственно наше давление всегда будет идти снизу чуть вверх все три за постукивание приема мы сейчас будем делать все снизу вверх а здесь отростки вот так как бы вниз получается вот например этот позвонок мы хотим его поставить да но у нас не получается сделать это лежа тогда можно сделать стоя для этого мы давим на ребра ниже вот идет вниз да пусть мы даем вот сюда будем давить вот это давление а растягиваем с этой стороны растягиваем каким способом ну например приклоняется прислоняю к себе то есть своей грудью мы вытягиваем его посмотрите тело здесь человека мы его вытягиваем а руками снизу его раз и поддеваем вот так то есть получается ноги к то же самое если здесь просто основная рисована в фонтальной плосписи это тут сагитальной получается что смысл тот же не поняли ну как спиной к себе держим да в этом случае мы держим спину к себе либо помогает стол если он на столе лежит да то нам помогает стол стол к сожалению он как бы не такой подвижная поверхность поэтому там немножко по-другому ну бывает достаточно стола ну и пол если надавить сверху вот это да на пол положить да это было достаточно так вот и все что мы должны как бы сейчас запомнить написать надо вот эти все очередность очередность то есть первое это мы мышцы расслабляем назвать спазмы снимаем второе декомпрессия и растяжение растягиваем третье вибрация и растрясание так четвертое это тракция вытяжение он это к переводе это этот раз постановка ну кстати будем так говорить что мы как бы не не прав щеки мы сказать корректировщики да то есть у нас груст не является самоцелью если он произошел то в принципе тоже уже можно сказать что поставим позвонок на место то есть он исправлен если не произошел если он произошел но не поставил позвонок на место то все равно произошла мобилизация снятия мобильных блоков если даже его не произошло то все равно произошло растяжение ослабляющая окружающие ткани в основном это связки то тоже идет на пользу все идет на пользу просто не всегда за один раз не может сделать понимаете и кстати тоже меры предосторожности никогда не старается прямо за сто раз верить с первый раз на сто раз на сто процентов выложиться в клиенту да лучше не спешить да лучше не спешить слушая старого по осторожничать там пусть он 2 3 4 раз потому что может только навредить вы чувствуете что он уже сопротивляется или он знаете подсознательно ожидает ваше движение и уже начинает противодействовать ему вы пытаетесь ему голову вернуть сюда он уже напрягается все это момент остановиться это значит дальше не надо идти вот ну когда вот это все поставилось на место то есть это одновременно можно сказать и вправление вправилось так и шестое это опять вернуться к тракции и релаксация потому что для некоторых людей это бывает сложно и опасно они аж ну после этого после всего этого они пыхтят отдышаться не могут аж в пот бросают людей то есть реакция бывает разная поэтому обязательно надо полежать так растрясти его легонечко еще раз потянуть прийти в себя и даже если все нормально человеком а это пофиг у некоторым хоть так пусть и хоть так вот сто раз мы хрустили не пофиг бывают такие дамы сфотографировать дамы пишут растракция на всякий случай конец вот и соответственно еще одно предупреждение ни в коем случае во время этих процедур не допускайте сквозняков и после этих процедур чтобы человек не пошел на мороз в короткой курточке там девчонки вывод ходят так вообще что не присниться открыто ходят на улице даже тепло хотя бы полчаса надо поселить теплее если есть машина с подогревать с подогревающими сиденьями лучше на нее сесть подогреться еще минут 30-40 после этого и нету обернуть полотенцем чай попить горячего не согласен оставить даже спокойно после этого в покое было расслаблено и потихонечку но 40 приходил у себя есть баня рядом можно отправить человека в парилку потом полежать на досках на жестких досках именно так ну кстати вот это вот основные области давление потому что васистые отростки мы только в редких случаях будем создавить так вроде все сказал если вопросов нету то прям перейдем к практике обошли потом уже этому саму что поясница будем делать а вот и между атлант ой на самом деле вы сейчас узнаете как это все раздут какой-то миф что правится отправка атланта это что-то сложное за это был бум где-то маска да по-моему по всей россии два-три года назад справка атланта за 16000 или за 17000 платили атланда до бешеные деньги хотя хотя я вот это делаю буквально там за один сеанс или там 34 минуты и все это все проще не так как все это раздавать потому что говорится люди не знают да нет но мы как мастера до нам это плюс мы можем повышать цену да не означает какую специальную машинку использовал до ультразвуков вибратора так ультразвуком да вот так бьет и ставит дело в том что это единственный позвонок которого нет вот этого чистого отростка у него есть боковые отростки но это отдельно тем немножко вот эти боковые отростки они пережимают артерии у нас четыре магистральных артерии есть диверсона спереди позвоночной входящие в мозг и питающие наш череп и соответственно он одну из них пережимает этими отростками до такой степени что иногда с детства от рождения бывает у людей их неправильно вытащили за трубу матери и у них это артерия наполовину автора атрофирована она росла я забыл как называется она слабо питает мозг всегда а что привыкает к всем привыкает ничего сонливый ну ладно усталость там быстрее настигает как привыкает не знает как ты как он должен да он не знаю да как или забылось как это должно быть вот второй позвонок кстати у первого позвонка нету вот этих у них ничего наши дисков а в атланта самый верхний под ним находится аксис да вот атлант примерно так выглядит он как чаша в нем лежит на нем лежит череп поэтому собственно и называется атлант кстати по-латински называется атлас на самом деле это так по-русски атланта называют вспоминать эти древнегреческие мифы да когда атлант мощный мужчина держал сферу земную как будто бы вот эту сферу черепа держит этот позвонок там не шишечки такие на которых он базируется и вот эти отростки у него есть отверстие такое через него проходит позвоночник позвонок второй аксис ось переводе на русский и у него это позвонка и зуб так называемого собственно говоря вокруг которого и поворачивается атлант вокруг которого крутится череп наш правило если смещен один позвонок и второй тоже будет смещен они друг друга тянут когда смотрите рентген надо обязательно попросить человека чтобы ну вообще многое мы можем почувствовать пальцами сейчас будем диагностировать но профессионально когда вы учитесь изучать мрт рентген и вот на рентгене обязательно надо попросить чтобы сфотографировали ну а первых сбоку так табулу флексия экстензия да и через рот через открытый рот до его только видно да потому что остальные кости мешают увидеть это вопрос не в тему вообще вообще просто мрт никакого облучения это магнит рентген да и тонус кто-то делает рентген 50 раз в год зубном уходить часто там почти каждый раз рентген делают на какой-нибудь там ну да там кусочек делают это там не не такой там да если вопросов нету вот вопрос что вот этот лордовский фосс это говорит что вот таким который выгнутый фосс там давит сверху это понятно а вот вот кручение при лордозе осуществляется примерно какими движениями как раз мы сейчас будем показывать на практике поэтому если вы настолько смотрите по видео хрен вы чему научитесь извините вы конечно много узнаете да но у нас это не семинар у нас это практическое занятие именно в этом отличие нашей школы отработка и отработка еще раз на практике если хотите чтобы вам поставили руки на место если вы хотите перебрести профессию с пылу жару прямо сейчас а у меня люди идут потом на следующий день уже зарабатывают с помощью этих всех методик это на самом деле просто и быстро делается освоение профессии за два три четыре дня то записывайтесь на эти тренинги подписывайтесь на канале и ставьте лайки олег гуден был связан с вами на связи